Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ! С вами в студии Алина Сазонтова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Технический прогресс коснулся мусорных свалок. В третьей школе обновили спортзал. Творческий вечер солистки театра песни «Шанс» Елены Спасовой. Итоги школьного баскетбольного турнира. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Отходы жизнедеятельности человека не могут исчезать бесследно. Мы не задумываемся, куда деть пакет с мусором, брошенный мусоропровод. И начинаем бить тревогу только когда около подъезда скапливаются дурнопахнущие кучи. Мы расскажем вам, где заканчивается судьба ваших ненужных вещей и отходов, а также как технический прогресс добрался до мусорных свалок. Полигоны твёрдых бытовых отходов являются значительным источником негативного воздействия на окружающую среду, согласно природоохранного законодательства и постановления правительства. С 1 января 2018 года вводится поэтапный запрет на захоронение определённых видов отходов, не прошедших предварительную обработку. Десногорский полигон ТБО на правах консессионного соглашения эксплуатирует компания «Экоинвест». С этого года она приступила к выполнению требований закона. Для соблюдения природоохранного законодательства и выполнения условий консессионного соглашения в компании «Экоинвест» было приобретено данное оборудование. Это специализированная сортировочная линия одного из заводов-изготовителей отечественного производства. Установка состоит из подающего и сортировочного конвейеров. Может устанавливаться на любом ровном месте. Компания «Экоинвест» подошла к размещению установки более основательно. Залили бетонную площадку, оборудовали приёмную яму, установили пресс. В ближайшее время будет возведён ангар для защиты рабочих от природных воздействий. На таких объектах управление Росприроднадзора по Смоленской области осуществляет государственный экологический контроль. В результате этого, того, что здесь поставили вот такую мусоросортировочную станцию, во-первых, будет продление срока службы полигона, то есть будет его ёмкость сохраняться. Ну и будет уменьшаться, естественно, негативное воздействие на окружающую среду. Отходы будут вовлекаться во вторичный оборот. Архитектурное устройство домов в Десногорске не позволяет сортировать мусор около мусоропроводов. Управляющая компания МОПККП вывозит несортированные отходы на полигон. Сортирование отходов сегодня будет реализовано, но будет реализовано в конечной точке, конкретно на полигоне. И поэтому будет и вторсырьё, поэтому будет повторное использование и уменьшение нагрузки на природу, к чему мы все и стремимся. Я думаю, что в год экологии это очень знаковое событие. Оборудование полигона ТБО сортировочным комплексом продлит срок действия захоронения и значительно уменьшит негативное воздействие на экологическую обстановку в регионе. На водоёмах Смоленской области ещё не встал лёд, а специалисты управления МЧС России по Смоленской области в рамках месячника безопасности на водных объектах уже основательно готовятся к межсезонью. Проводят рейды, в ходе которых следят за обстановкой на водоёмах, беседуют с рыбаками-любителями о мерах безопасности, раздают памятки с информацией о том, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций. Для будущих чемпионов в третьей школе был открыт обновлённый малый спортивный зал. На торжественной церемонии открытия присутствовало много почётных гостей. Подробности далее. Третья школа победила в социальном конкурсе «Росатома» и выиграла грант. На эти средства был отремонтирован малый спортивный зал и заменены окна. Ремонт проводила строительная организация Максима Володина. 23 ноября состоялось открытие зала, на котором почётные гости перерезали красную ленточку и поприветствовали юных спортсменов. Мы одной большой командой, поговорим с вашими руководителями, Смоленской атомной станции, Госкорпорацией «Росатом», концернов и администрацией города, в этом году сделали вот такой вот хороший спортзал, в котором вам должно быть удобно и уютно заниматься. И данный проект у нас в этом году является не единственным. Весь год напряжённо работая, в этом году мы смогли во многих учреждениях нашего города, в детских садах, в школах, выполнить много работы. Концерты «Росатом» и «Росатом» и «Росатом» и «Росатом» всегда охотно отвлекались на такие нужные, правильные начинания, инициативы, из которых вышла третья школа, в части поддержания в прошлом состоянии, ремонта объектов нашего города. В первую очередь объектов, направленных на физическое воспитание и духовное развитие. Дети, в свою очередь, ответили гостям задорными стихами и поделились впечатлениями о новом зале. Зал стал ярче, лучше и красивее. Мне зал понравился. Он очень просторный, новый, хороший, большой. И мне, как спортсмену, это нравится. Ура! В продолжении праздника прошли соревнования «Оранжевый мяч» между учениками вторых классов. Три команды участвовали в веселых эстафетах с баскетбольными мячами и обручами. Дружными аплодисментами ребят поддерживали гости и болельщики. Все участники были награждены грамотами. 20 ноября сотрудники Молодежного центра для повышения уровня знаний о правовой форме у студентов Десногорского энергетического колледжа провели викторину «Человек-государство-закон». Все пять туров студенты активно вели обсуждения и отвечали на вопросы. В итоге команды за участие получили грамоты и сладкие призы. 22 ноября ученики второй школы встретились с заслуженным учителем, преподавателем математики Анной Федоричевой. Встреча была посвящена проекту «Слава Созидателям». Анна Михайловна тепло побеседовала с учениками, рассказала об интересных случаях из своей жизни. Такие встречи проводятся с целью привить подросткам преемственность поколений на примерах жизненного опыта людей. В заключении встречи ученики поблагодарили Анну Михайловну и вручили цветы. Работники Смоленской атомной станции не только профессионалы своего дела, но и творческие люди. Елена Спасова занимается вокалом еще с детства. За много лет творческой жизни у нее множество побед на разного уровня конкурсах. 23 ноября в реабилитационно-оздоровительном центре Смоленской АЭС состоялся ее творческий вечер «Моя энергия, семья САЭС». Подробности далее. Свой второй творческий вечер эксперт по производственным информационным системам Смоленской АЭС, а также солистка театра песни «Шанс» Елена Спасова посвятила 35-летию пуска первого энергоблока Смоленской АЭС. Этот концерт в канун празднования 35-летия пуска первого энергоблока Смоленской АЭС. Поэтому, ну и так как у меня все, вся жизнь моя связана и со Смоленской атомной станцией, и вся жизнь моей семьи связана с жизнью Смоленской атомной станции, поэтому вот пришла такая идея объединить эти два понятия, ну и так объединенные жизнью, назвать так концерт. В концертную программу вошли 19 композиций. Все прозвучавшие в этот вечер песни популярные и не очень певица наполнила светлыми чувствами, цветными эмоциями и искренностью, задевая разные струны человеческой души, заставляя плакать и смеяться. Концерт не оставил равнодушным никого. Я вообще первый раз на концерте Елены. Мы с Еленой познакомились по работе и сразу было понятно, что человек очень позитивный. Но для меня настоящее открытие, что это такой голос. Голос просто золотой. Моё впечатление – класс, хотя это слово не характерно для моего лексикона. Замечательный концерт, замечательное выступление, замечательный сценарий. Очень хороший, очень хороший концерт, замечательный. Мы смотрели в зал, конечно, всех завела. Просто, знаете, мне кажется, надо дать такой концерт на большую аудиторию. На следующий год Елена Спасова пообещала десногорцам подарить ещё подобный концерт и надеется, что они станут доброй традицией в культурной жизни Десногорска. 26 ноября в России отмечают День Матери. Впервые этот праздник появился у нас в стране в 1998 году. Организован он для того, чтобы обратить внимание общества на проблемы материнства. Сотрудники Десногорской центральной библиотеки к этому дню для своих читателей подготовили выставку литературы «Самая прекрасная из женщин». Здесь можно найти литературу и публикации, которые помогут женщине-матери разобраться в разных проблемах. Статьи о медицине, публикации известных ведущих психологов и косметологов, издания по православию и правовой помощи. Вся литература и статьи оформлены для удобства читателей в разделы. Приходите и читайте. В детском саду «Теремок» с 13 по 20 ноября прошла акция «День правовой помощи». С ребятами в группах провели беседы в игровой форме. Была организована выставка правовой информации для родителей и детей. Цель мероприятия – привить дошкольникам осознание о своих правах, рассказать об их обязанностях и расширить представление о их жизни в обществе. 13 ноября в десногорских школах стартовал отборочный тур по баскетболу 4 на 4. Команды боролись за право представлять свою школу на городском этапе. 23 ноября в школе номер 4 прошли финальные игры. Результаты вы узнаете в нашем следующем сюжете. Этот чемпионат проходит в десногорских школах по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» при поддержке концерна «Росэнергоатом» и «Смоленская АЭС». В 4-й школе старт баскетбольным баталиям был дан 14 ноября. Принимали участие команды 7-х и 8-х классов. Особенно интересно и напряженно проходила борьба между двумя седьмыми классами, которые вырвались в финал. Два класса достаточно на равных силах боролись, но все-таки у нас победил 7-й Г-класс. Так как ребята в этом классе занимаются уже достаточно продолжительное время в секции баскетбола и мастерство у них на высоком уровне, поэтому они все-таки победили. Команда 7-го Г-класса очень рада победе. Капитан команды рассказал, как проходила подготовка к турниру. «Набирать команду нам было, можно сказать, довольно просто, потому что среди мальчиков у нас команда имеется. Три человека, включая меня, уже ходят на баскетбол. Но с девочками пришлось немного, небольшие проблемы, но перед соревнованиями они примерно за месяц до соревнований начали тренироваться. Было две тренировки в неделю у них. Ну, вроде бы чему-то научились. Нравилось, что побеждать, но было немного сложно. Ну, команда противников также имела игроков, которые ходят на баскетбол. И особенно нашим девочкам было очень тяжело, но они справились, особенно вот в последней игре». Спорт дает возможность детям укрепить здоровье, рождает в них соревновательный дух, который всегда необходим в жизни. Учит быть единой командой. Воспитывает патриотизм и понимание того, что мы живем в лучшей стране Великой России. Благодаря поддержке концерна «Росэнергоатом», «Смоленская АЭС», регионального отделения партии «Единая Россия», развитие баскетбола в Десногорске поставлено на новую платформу. Баскетбольный марафон 4 на 4 завершится яркими и динамичными играми городского этапа в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна». Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – desna.defis.tv.ru. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова